Мероприятие превосходное, очень классная организация, все продумано до мелочей, публика очень понравилась, медицинские специалисты, наконец-то есть возможность принять участие в дискуссиях непосредственно с медицинскими специалистами, что вот при испытаниях и разговорах с промышленными экзоскелетами в основном приходится общаться с промышленностью, а здесь отрадно видеть родственные души, так скажем. Очень здорово. Ну, считаю, что экзоскелетная тематика будет развиваться в будущем. Здесь, конечно, это будет происходить, как мне кажется, до поры до времени, пока, ну, что касается промышленных экзоскелетов, например, будет такой порог, когда, собственно, производства перейдут полностью на механизацию и автоматизацию процессов, поэтому, скорее всего, экзоскелеты отойдут. Но вот этот вот момент на 20-30 ближайших лет, я думаю, что, собственно, здесь промышленные экзоскелеты как раз будут в тренде. В настоящее время мы совместно с крупными производителями, разработчиками экзоскелетов и потенциальными потребителями крупными предприятиями, мы создаем подкомитет, при техническом комитете 320 средств индивидуальной защиты, мы создаем подкомитет, где хотим, так сказать, узаконить новый класс средств индивидуальной защиты промышленные экзоскелеты. Мы заявились в программу национальной стандартизации на 2020 год, в рамках которой будем разрабатывать два государственных стандарта, которые нам регламентируют требования и испытания промышленных экзоскелетов. Надеюсь, что в 2021 году мы завершим эти документы, что позволит включить промышленные экзоскелеты в технический регламент и, соответственно, легитимно их использовать на производстве. Добрый день, уважаемые коллеги. Вы меня ждали, а мы вас как ждали. На самом деле, очень приятно общаться в кругу медицинских специалистов. Объясню почему. Потому что мы занимаемся промышленными экзоскелетами, оценкой эффективности и безопасности их применения. И, соответственно, очень часто приходится общаться с производственниками, которые, по сути, своей даже под словом эффективность понимают какую-то экономическую выгоду. Они говорят, если эффективно, значит что? Значит, он должен больше груза переносить, значит, надо ему меньше денег платить, значит, нужно снижать условия труда. Мы, как медицинские специалисты, говорим, да нет, эффективность для, ну, по сути, для его здоровья, да, безопасность его здоровья. А они как-то так вот это, ну, игнорируют немножко. И вот в кругу медицинских специалистов действительно очень интересно вам с вами поделиться нашими наработками. Значит, НИИ «Медицина труда» я представляю лабораторию средств индивидуальной защиты и промышленных экзоскелетов научно-исследовательского института медицины труда. Нашей лаборатории чуть больше года, но по такой вот, может быть, даже некой случайности, получилось так, что мы, собственно, нам удалось сейчас провести ряд работ совместно с лабораторией робототехники Сбербанка и вот с компаниями «Полезные роботы» и «Экзоатлант», мы провели испытания экзоскелетов, точнее, как мы их называем, экспериментальных образцов промышленных экзоскелетов, потому что, ну, в том виде, в котором они тогда находились, это был март прошлого года, это было все-таки еще, ну, экспериментальные или макетные образцы. И здесь, что мы говорим промышленникам всегда, что испытания экзоскелетов должны быть основаны на медицинских исследованиях. Ну, слава богу, что медицинским специалистам, наверное, вот в нашем кругу не нужно это объяснять, здесь все испытания, да, медицинские, поэтому, собственно, это очень отрадно. Что мы определили для себя как наиболее важное? Это, во-первых, оценка безопасности применения экзоскелетов и эффективность, ну, та самая не экономическая эффективность, а эффективность для опорно-двигательного аппарата, для снижения нагрузки с опорно-двигательного аппарата. Вообще, сразу забегая вперед, хочу сказать, что мы такие устройства, особенно пассивные экзоскелеты, мы хотим в будущем классифицировать как средство индивидуальной защиты опорно-двигательного аппарата. И прорабатываем сейчас ряд документов, которые, в общем-то, регламентируют их применение как СИС. Значит, исследование негативного влияния эргономических характеристик на функциональное состояние основных систем организма человека мы включили в обязательный пункт оценки безопасности применения. Что касается эффективности применения, то это изучение положительных эффектов влияния на мышцы и на суставы человека. Для чего мы это все делаем? Во-первых, мы даем какие-то идеи, подсказываем конструкторам для разработки эргономических, физиологи, гигиенических требований и критериев. А также разработчикам мы хотим дать рекомендации, вернее, потенциальным потребителям мы даем рекомендации по правильному использованию на производстве таких устройств. Вот я хочу вам показать, как выглядело испытание… Если можно видео, запустите, пожалуйста. Как выглядело испытание экзоскелета при моделировании рабочей деятельности в лабораторных условиях. На слайде продемонстрирована работа в экзоскелете экзостулек и, собственно, производится регистрация эргисперометрических показателей. Мы измеряем частоту сердечных сокращений, артериальное давление и уровень энерготрат человека в рабочих операциях. Рабочая операция продолжается в течение 8 часов с перерывом на обед. То есть полная имитация производственных условий логиста, логистического центра Сбербанк. В безопасность применения экзоскелетов мы считаем, что необходимо, что касается промышленных экзоскелетов, влияние экзоскелетов на движение в суставах. Дело в том, что производственные операции не будут безопасными, если мы не дадим свободу движений в том объеме, который необходим для безопасного выполнения той или иной операции. Поэтому здесь мы применяли оценку углов движений в суставах с помощью инерциальных датчиков, оценка функционального состояния человека по кардиореспираторной системе, те самые наши любимые артериальное давление, частота сердечных сокращений, прочие показатели, которые нам говорят о изменении динамики функционального состояния организма при выполнении работы. И что небезопасно, особенно обратите внимание к за стулу, четвертый снизу картинка, где человек в данном устройстве может просто-напросто потерять равновесие. Можем представить, что произойдет, если человек упадет с этого стула на производстве. Поэтому здесь оценка статокинетической устойчивости, ее постуральной активности, несомненно, будет очень важна в оценке безопасности применения экзоскелета. Вот интересное видео, запустите, пожалуйста, касательно применения системы XSense для оценки биомеханики движений. Здесь вот этот вот аватарчик, который слева от оператора находится, он повторяет движение с помощью 17, по-моему, инерциальных датчиков. Мы можем оценить движение в суставах и сегментах тела. И здесь слишком большое было нагромождение на слайде бы, но мы, собственно, можем оценить в каждом суставе непосредственно цифры. То есть это угловые ускорения, скорости и угловые перемещения, что будет важно для разработчиков. Вот на слайде представлена информация по испытаниям экзоатланта. Это амплитуда движения сустава. Такой наиболее показательный слайд мы выбрали, наиболее показательный результат. Обратите внимание, как ограничивает движение. Вот первый экспериментальный образец компании экзоатлант. Вот, например, амплитуда движения в тазобедренных суставах при приседании. Нижние слайды, нижние картинки. Значит, мы убедились объективными методами, мы убедились, что амплитуда движения в суставах при отведении очень сильно снижены. Не дает, по сути дела, экзоскелет не дает возможность пройтись приставным шагом. Посмотрели, разобрали производственные операции, увидели, что в данной производственной операции присутствует такое движение, сделали вывод о недостаточной безопасности применения данного экзоскелета для конкретной операции. Что касается эффективности. Значит, мы не могли уйти от постулатов медицины труда. Провели все функциональные пробы, нагрузочные тестирования. Все, что нашли в спортивной медицине. Это ПВЦ-170, это динамометрия до рабочей смены, после рабочей смены. Психофизиологическое тестирование, врачебный осмотр и так далее. Несомненно, что данные виды исследований мы будем использовать и далее. Но по поводу объективности здесь сложно сказать. На самом деле волевой компонент и индивидуальные особенности организма нам не позволили однозначный вывод сделать. А что касается более-менее объективных методов исследования эффективности применения промышленных экзоскелетов, это, несомненно, определение энерготрат методом эргоспирометрии. Мы определяли в течение 8 часов энергозатраты организма на ту или иную деятельность. То есть трудовая деятельность была стандартизирована, естественно. Он выполнял одно и то же как без экзоскелета, так и через неделю в экзоскелете. Результаты далее будут показаны. Далее у нас электромиография, от которой, наверное, мы никогда не уйдем, потому что это пока остается одним из наиболее информативным методов, наверное, оценки тонуса мышц. Относительно новой, не знаю, может быть, кто-то уже применял, знаком, это миотонометрия, вот эта третья картинка. И производительность труда как интегральный показатель трудовой деятельности. Который, в принципе, нам тоже очень много помог. Вот на этом видео, будьте добры, видео, пожалуйста. Тот самый метод миотонометрии, это метод неинвазивной оценки тонуса мышцы, по сути, метод цифровой пальпации. До рабочей смены и после него мы измеряли тонус мышц, тех мышц, которые были вовлечены и задействованы в рабочие движения и участвовали в поддержании рабочих поз. Вот некоторые результаты, которые мы получили. Как раз был результат по экзоатланту. Вот посмотрите, пожалуйста. Значит, электромиография. Нас интересовал, у нас вообще экзоатлант, экзоскелет, он был предназначен для снятия нагрузки с поясничного отдела позвоночника. Значит, движения выполнялись под поднятие 31-го килограммового груза с пола. Человек под метроном в течение каждые 30 секунд поднимал груз. Мы мерили электромиографию и оценивали миотонометрию в рабочей позе, в рабочей позе с грузом 31 килограмм и в экзоскелете с грузом 31 килограмм. Вот посмотрите, мышцевопрямляющий позвоночник. Это у нас просто рабочая поза. Это рабочая поза с грузом. И вот как, собственно, это данные по шести человекам усредненные. Вот как экзоскелет нам, в общем-то, снижает показатели электромиографии. Чего не скажешь о руках. Вот бицепс, да, по-моему, бицепс. Вот посмотрите, пожалуйста. То есть если мы разгружаем в экзоскелете спину, то нагрузка перераспределяется на бицепсы. То же самое практически мы увидели с помощью миотонометрии. При поддержании рабочей позы с грузом, без применения экзоскелета и с применением экзоскелета. В конце работы экзоскелет положительно воздействовал на тонус мышц. Громкие выводы, сразу говорю, пока не делали. То есть есть просто цифры. Есть просто цифры. В следующем году мы подойдем более тщательно к методическому проработке этого вопроса. Очень сильно обратим внимание на стандартизацию нагрузки. Я надеюсь, что следующий доклад уже будет более такой основательный и с какими-то, наверное, такими громкими выводами. Вот энерготраты добровольцев во время нагрузки. Та самая эргоспераметрия. Посмотрите, пожалуйста, вот мы первый, второй, на третий час у нас энерготраты без экзоскелета и в экзоскелете практически идентичны. Чего не скажешь на седьмом часу и на восьмом часу. То есть восьмой час нам показал значительное снижение энерготрат организма. Что может уже свидетельствовать о декомпенсации функционального состояния и идее нам к дальнейшим каким-то движениям. Спасибо большое. Вот, собственно, все, что я хотел сказать. Еще Елена Валентиновна говорила о некоторых методах, которые у вас есть в лаборатории. Я хочу сказать, что наверняка же, вот я, к сожалению, мы пропустили некоторые выступления. В клиниках, в лабораториях научных наверняка есть какие-то методы исследования. Давайте, может быть, как-то попробуем объединиться. Если есть у кого-то какие-то объективные методы, то мы, может быть, на вашей базе, на нашей базе будем их все прорабатывать. У нас сейчас острый вопрос стоит о создании нормативно-технических документов, где мы будем разрабатывать объективные методики. Соответственно, эти объективные методики нужны всем и по реабилитации, и по промышленным экзоскелетам. Поэтому я призываю объединяться и как-то, может быть, даже онлайн просто делиться своими наработками. Спасибо большое. Спасибо.